Hello everybody! Hi my students! Hello friends! Сегодня мы поговорим о деле Влада Бахова. Это такой школьник, 16 лет, где-то в Демидове, Смоленской области. Приехал он к бабушке с дедушкой в апреле месяце, в начале апреля прошлого года, еще года не исполнилось, отдохнуть с бабушкой с дедушкой. Ну, кстати говоря, я сразу же здесь сделаю отступление к молодым родителям, которые иногда любят сбагрить своих детей к бабушкам и дедушкам. Статистика показывает, что все несчастные случаи, ну, то есть большинство, просто нормальное распределение, представьте, что его в основном полностью, ну, 70-80 процентов случаев происходит при бабушках- дедушках, несчастье с детьми. То есть нельзя на произвол бабушкам- дедушкам отдавать детей. Они не, по своим физическим характеристикам, они не смогут за ними угнаться, не смогут их отследить их в каждый момент, в тот или иной момент времени и занять их делами. Они очень часто предоставляют их сами себе, подразумевая их как бы взрослыми. И в результате этого получается очень большое несчастье. Вот таким образом. И вот это Влада Базова-Бахова направили к бабушке с дедушкой на погибель. Но почему к бабушкам с дедушками направляются дети? Потому что они все в них неблагополучные семьи. Это не то, что вы подумали. Вот. Ранняя весна. Неблагополучная семья. Вот Влада Забабахова этого. И в результате этого, ну, мать занята, конечно, был мужем, а этот самый, как бы говорится, сынок мешает, старый, его надо к бабушке с дедушкой. Ну, вот это и это на погибель. Это ясное дело. Ну, это отступление. А суть-то дела в чем? Значит, его пригласили, никто его там в компанию не ждал, но пригласили отдельные люди. Там, в общем-то, известные ему люди. Там левший друг один и второй. Там два человека. его знали, что он приедет. А остальные не знали вообще, кто он такой. Ну, может быть, и знали, как блогер, там он по блогам и так далее. Все были дети в блоге. Ну, мы эту передачу знаем, я не буду повторять. Она по первому, по РТ шла, по первому каналу. Детектор лжи. Там шестерых прокатывали на детекторе лжи мужского рода. Ну, не всех. А там вообще-то 12 человек было. Видите, 12 человек. Как оно вот это? В тайне вечере, да? Тоже 12 человек присутствуют. Один оказался Иудой. Ну, вот Иудой оказался этот Влад Бахов. Забабахов. Как это произошло? Ну, во-первых, они приехали уже вечером, ну, ближе к вечеру, где-то часа 3-4, и мы видели фильмы там, что, как они его, во-первых, что он, не дождавшись закуски, шашлыка и все такое, начал жрать это на халяву, эту вот водку и все такое прочее. Ну, в Писании вот мы Серыха изучаем, ясно, что Серых говорит, что у многих вот вино довело до погибели. Ну, вот это типичный случай. Вино доводят до погибели. Это раз. Во-вторых, значит, когда молодёжь собирается, это тоже отвлечение, молодёжь собирается, они пиво, вино там, водку закупают, всё такое прочее, но не следят, значит, как надо закусывать, они, конечно, не знают, потому что выпивка, она вся связана с кислотностью организма, с нарушением PH организма, и в основном всё в кислой части смещается, от кислотной желудка. И человеку это ударяет по башке, и рвотные рефлексы, всё такое прочее, а дальше человек отключается и может даже и заснуть, где не попало, там, за столом, под столом, в салате и так далее и тому подобное. То есть PH организма, если ты пьёшь, как говорится, надо обязательно запивать там содовый или, ну, просто соду брать и немножко соды там на кончике ложки раскислять, вот это PH, который из закуски, потому что всю закуску обычно берут почему-то к водке, всю кислую, которая даёт кислотную реакцию. И вот, значит, здесь это же не объяснишь, это же в школе не проходит, мне учат это как надо, а вообще-то разведчики они ещё на шатерный спиртик берут, и капельку на шатерного спирта на стакан воды отрезали от человека, как стекло у человека становится, вот так вот. То есть здесь было, видно, что человек не подготовлен был к этой выпивке вообще, к таким столам. Ну, это часто бывает в тех семьях, которые неблагополучные семьи, неблагополучные семьи, неблагополучные родители, там, мать разводится, заводит второго мужа, это всё такое прочее, обычная история. Но необычность оно в чём? Вот я говорил, что от Евангелия надо сейчас плясать, очень тесно всё привязывается к Евангелию и к протоколам сионских мудрецов. Здесь эти два документа, они контрарно между собой враждуют. Протоколы сионских мудрецов как бы с войной против вот этого Иоанна Богослова, против Евангелия от Иоанна и против Апокалипсиса. И как там написано, вот, у Иоанна Богослова, первую главу-то откройте, посмотрите, что «пришёл к своим, и своего не приняли». Не приняли. А вот те, которые приняли, то это и даётся, это благодать, да. Ну вот здесь то же самое, то же самый случай, и мы про это всё время говорим, и это закономерно. Сейчас мы ещё усилим, ну максимально просто усилим, для тех родителей, у которых дети с двумя двойками. В матрице две двойки. Это особая опасность, особая. Почему? Потому что конец времён наступает, это видно почему. Сообщение о войнах по местам. Это уже Апокалипсис говорит. Война по местам. Мы видим эти войны по местам. Видим. Видим войны в Сирии, видим там в этом волнение и волнение по местам. Мы видим везде восстание, там во Франции, даже собор Парижской Богоматери говорит. Ну что ж, это же разве не знал? И леса вот, медведев жёг, сколько лесов-то ведь он же планомерно изжёг. Он ничего не делал, чтобы тушить. Видите? То есть это спланированные акции хабатника. Хабатники вот это спланировали, вот это, сжение лесов. Размером с Францией сожжены леса. Сейчас Сибирь уже сказалась на природе, на экологии всего мира, и народ, буквально уже кислорода там у многих не хватает. Это называется волнение по местам. Ну и везде волнение, там в Африке, туда-сё, вооружённые восстания, везде конфронтации, даже вот Лубянку обстреливают. То есть это же тоже признак волнения по местам манёров-то, вот, жертвы манёров-то, да? Это уже близко, близко уже сюда, в Авзолею волнение прирастает. И здесь предупреждение Иоанна Богослова о том, что, значит, ну это ещё не конец, он сказал. То есть волнение по местам, война по местам и так далее, локальные войны. Это только начало, не конец. После этого начнутся болезни. Что мы сейчас видим? Атипичная пневмония 2002 год, коронавирус сейчас, вот, 12-й год. Значит, ещё изготавливаются уже в лабораториях другие вирусы, бактерии и так далее. Например, планомерная же идёт работа протокола сионских мудрецов, они же говорят о том, что это мы изготавливаем вирусы, бактерии, это мы изготавливаем болезни для сокращения численности недовольного вот этого населения и избыточного населения. Вот так. Одновременно ведь план-то спасителя, он предопределён хороший и добрый план. И он направляет нам, вот, у нас же ведь идёт какой вот, 2000, там какой-то год, были 1900 там такой, а сейчас начинается с 2000 уже все летоисчисления, и здесь мы уже привлекаем Пифагора. Если с двойки начинаются, то почти все года имеют две двойки, но в матрице людей всех очень много двудвоечников этих. То есть это, как говорится, Бог направляет на землю целителей вот этих людей, которые должны целить и разрабатывать от болезней вот это всё, чтобы подготавливать всё, чтобы людей исцелять. И вот эти люди с двумя двойками, они направлены на землю для того, чтобы целить людей и учиться этому с детства. Если человек попал в семью, и он не сориентирован на это, то есть у него две двойки, но семья совершенно контрольная, она вообще не семья, там мать развелась, новый муж и всё такое. А ребёнок с двумя двойками, он не знает, куда ему деваться. И планы у него совсем другие в жизни, у него всё мысли раскорячились, и он не знает уже, куда ему деваться. То есть он пришёл к своим, но свои его не приняли, ни мать, ни отец, ни новый отец, ничего. Они не знают, вообще с ними хотят бабушкой с дедушкой, а бабушке с дедушкой они нужны. И вот вопрос в чём? Значит, эти люди с двумя двойками, они приходят к своим, чтобы их исцелять, чтобы учиться исцелять людей, которые здесь будут болезни и всё такое прочее, но они и должны работать. Всё время с детства, сам с трёх лет и дальше, даже не с трёх, а раньше, они должны постигать медицинскую куклу, они должны куклу перевязывать, всё у них должно быть, всё там подготовлено с детства. Вот эти две двойки, всё. Он уже, вы сами увидите, как этот ребёнок начнёт с удовольствием там кукол перевязывать и делать ему уколы, всё такое прочее, ну, он начнёт уже, у него на автомате всё будет вырабатываться. И дальше он будет генерировать идеи по составлению лекарств, вот это, и дальше медицинские университеты, институты, техникумы. Там медбрат, медсестра, там, ну, понятно, что для исцеления людей. То есть такие люди сейчас нужны, и они как раз вбрасываются сюда, а мы их не принимаем. Да и этот Влад Бака, да пошёл, пьяница. Ну вот, а когда человек уже не знает месяца, куда ему надо, куда не надо, он тут не нужен, там не нужен, там не нужен, всё это отражается, конечно, на теле человека. Это ставится клеймо на теле человека. А где это клеймо-то? Оно либо на лбу, кто видит, либо на руке, что видят хироманты. Ему как раз и вот эта цыганка-то, и девушка-то его и как раз сообщала, что цыганка ему нагадала скорую кончину по руке. То есть у него там признак есть скорость смерти, там, ну, такие желобки идут там к этим двум пальцам, вот. И это, значит, уже близкая смерть, потому что он не нашёл себя в этой жизни. Он перспективу видеть не там, он цель определил не туда. А значит, он тут, дальше он тут не нужен, он только лишний человек. Он лишний человек, он не нужен, всё равно будет жертвой где-то там или там и там. Это будет жертва, так же, как Иисус Христос. Иисус Христос тоже для чего пришёл? Он целит, он бесплатно начал целить людей, бесплатно. Эти брали деньги, фарисеи-книжники, они там в бассейн, там с этой святой водой запускали за деньги. И всё, целение не за деньги. И сейчас вот елеосвящение, зайди в церковь, обязательно надо купить дорогую свечку, чтобы постоять там на елеосвящении. Ну, какая-то плата должна быть несена. А Иисус Христос, Он бесплатно целил, вот таким образом. И здесь такая же ситуация, то есть, и мы заметили это вот, когда у нас есть наработка по Евангелию, наработка по сионистам, значит, сионским мудрецам, и наработка по Пифагору. Вот эти три источника, три составные части позволили нам сделать такие выводы. И хоть один из этих составных частей античеловеческий, вот сионистских мудрецов, он античеловеческий, это рептилоидная Евангелие, Евангелие от рептилоида, как говорится, да? Но всё равно в нём есть какая-то доля истины, мы видим ситуацию вещей, что она именно выполняется по этому плану, который изложен в плане сионских мудрецов. И вот, когда мы смотрим на проблему сверху, надо, чтобы решить проблему какую-то, надо посмотреть на неё сверху. И мы видим тенденцию, в этом, в отдельном факте мы видим тенденцию. Почему? Если смотреть на отдельно, на вот этого Бахова, то мы не увидим это. А если вот мы, с точки зрения Пифагора, уже посмотрели, уже на многих сотни лиц, там, тысячи лиц мы просмотрели. И матриц настроили в море, и эту закономерность чётко увидели, с двумя двойками. Вот, а теперь мы поняли, какая основа под этим, потому что мы видим волнение по местам, и откровение, и плюс пророчество. Всё нас сводит к одному и тому же. И плюс Лейбниц, наш дорогой Лейбниц, он нас учит чему? Лейбниц учит нас оптимизму. Это четвёртая наша часть нашего, как говорится, фундамента этого нашего университета. Это Лейбниц, он нас учит оптимизму и говорит так, что всё так предусмотрено мудро и благо, что траектория каждого человека, она оптимальна. То есть, по минимуму, чтобы он набрал в процессе жизни минимального греха для него. И максимальное оправдание для его спасения. В чём оправдание? Потому что мы оправдание это видим в Евангелии, написано, что, значит, как там написано, невозможно прийти искушению, но горе тому, через кого оно идёт, это искушение. И вот даже у нас Папа Римский, по нашим влияниям мы можем сказать, да, потому что лекции наши были раньше, право отче наш, и было написано, что надо поправлять, не введи нас в искушение, а не позволь вести нас в искушение никому, постороннему. Потому что сам Бог не вводит в искушение. И сейчас Папа Римский поправил. Ну, зато его вот тоже сейчас поправили, он сейчас заболел. Видимо, там не понравилось кому-то вот то, что правда и истина, да, не всем нравится, даже в пределах вот этого государства Ватиканского. И как пророчится Новая Иванга, это Вера Леон, её объявили, Новая Иванга, она уже пророчится Нового Папа Римского. А Нового Папа Римского-то не будет, потому что он уже 44-й. Так же, как президент Трамп, он тоже 44-й по нашему счёту. То есть, всё сходится вот здесь к концу. И, как говорится, здесь Новая Земля к Новому Берегу, как Велис Латонс писал свой роман к Новому Берегу. Вот мы здесь приплываем в этом веке, в этом тысячелетии к Новому Берегу. А Новый Берег в чём заключается? Здесь, если на этом берегу царствует ложь, лживый гарант, лживые президенты, масоны, лжецы, воры, убийцы, колдуны, блудники, вот эти Эпштейны, всякие Эндрю, значит, принца Эндрю, и всякая такая сволочь, она здесь командует, и ложь, она процветает во всех СМИ. Мы видим кругом одну ложь. И вот, значит, а на том берегу, здесь, там уже правда будет командовать, и ложь будет уже прятаться от правды. Если здесь, наоборот, правда собиралась, там тайные какие-то совещания были, конспиративных квартир, Ленин собирался там, искал правду, Сталин тоже скрывался, туда-сюда всех этих правдивых ссылали на виселице, на каторгу и так далее, и тому подобное, то тут будет ровно всё совершенно наоборот, всё совершенно наоборот. Вот это Новый Берег. И здесь мы видим, что, согласно Ленинцу, действительно, значит, лучшая траектория, она связана с тем, что появляются люди с двумя двойками, которые готовы, ну, против всех болезней найти противоядие, как бы Хаббат там не изощрялся в человеконенависничестве. Вот таким образом. Вот теперь, когда мы такой вот фундамент построили, мы можем разобраться в конкретном деле Бахов. Что там непонятно первое? Первое там непонятно, когда девочка, дочка вот этого милиционера позвонила своему милиционеру, и он приехал. Первый вопрос. Человек исчез. Вот был он тут, и сейчас куда-то исчез. Дальше. Куртка этого человека находится у его друга. Телефон мобильный у его друга. Кстати, эту куртку не отдаёт до сих пор. Вот. Значит, какие мои действия? Вот я милиционер, и какие мои действия? Первое, я сразу вызываю, звоню кинологу с собакой. Собака приходит, обнюхивает эту куртку и бежит по следу этому Бахову. Она его сразу находит. Она его находит, собаку, видит, что он далеко уже ушёл, потому что ему надо как-то разрядиться, потому что он там просто волосился, вёл себя плохо, там изблевался, весит и всё такое прочее. И вообще в таком состоянии, Грогий, он идёт лишь бы куда, лишь бы проветриться. Вот. А потом, может быть, ещё и упал, ну, после этого всем алкоголиком, ну, после этого опьянения тяжёлого, отравления, фактически отравления, потому что ПАЖ сместил в сторону кислоты. А это отравление. И всё, и он мог и заснуть там, в этом болоте, да? Ну, так. Получи заснул, и всё. Ну, вопрос, почему этот милиционер не вызвал кинолога с собакой? Это же такая элементарная вещь. Почему? Вот так. Ну, это ладно, это не в этом дело. Нам надо показать, что этот сам Бахов, он сам в основном виноват в том, что он лез на рожон, как бы выйти вот из этого мира, где он не нужен. И он уже лез на рожон, и это даже гадалка увидела по его руке. Это можно даже по руке увидеть, это хироматия, она древняя наука. Рисунок на руке может меняться. Если человек выбрал потом правильную дорогу, то если бы его сориентировали на эту медицину, всё у него бы и на руке исправились бы эти морщины. То есть, там написано же в Евангелии, Господь Бог приспосабливает наше тело к ноше. То есть, если мы нож уберём в руки, то и рука наша приспосабливается к этой ноше. А если мы не берём то, что нам свыше, то, естественно, мы это... И у нас тупик. Мы не знаем, куда себя деть. И забываемся вот этой выпивки, там, и всё такое прочее. Ну вот мы рассмотрим Перебахова. Вот он родился, это 16-летний пацан. 14-го, 9-го, ну, талантливый человек-то, видите. Был спущен талант. Талант был спущен. Сумма 11, ну, критик, конечно. И вот это две двойки. Вот эти две двойки меня и первым образом смутили. Плюс вот этот юмор, который, в общем-то, пьяной компании до хорошего может не довести. А так у него вообще-то, если он по трезвости, у него три единицы, он вполне себе нормальный человек. И порядочный, у него восьмёрка. Ну, всё у него есть, всё, как говорится, всё. Для медика у него всё схвачено. Для медика. Вот таким образом и духовность у него в порядке, всё это. Ну, человек нормальный был, пришёл к своим, как говорится, да. Хотя сумма 11, ну, это неважно. Талант был, да. Энергетика была дана вот две двойки. И вот это вот шестое число. Шестое четвёртое, когда, девятнадцатого года, когда они собрались на этой поляне. Ну, видео мы видели, когда его загоняли на эту крышу этой, значит, шалаша, на крышу шалаша. И мы что здесь видим? Четыре совпадения, да? Уже заодновременно проверяем и нашу теорию совпадений. Правильно? Это обязательно надо делать. Этот случай нам помогает ещё утвердить Пифагора. Четыре совпадения вот по первой клетке, по третьей клетке, по пятой клетке и по шестой клетке. По четырём клетке. Это ещё вспомогательный. Вот что важно. Пять и три. То есть, вот цели и семья. То есть, вот именно вот цели и семья вошли в противоречие. Семья не определила его цели в жизни, поэтому это его было и погибель. Вот такое дело. Ну, тут детектор же по первой программе, конечно, они могли быть никто не виноваты, кроме, конечно, этого милиционера, который первый прибыл туда. И он должен был прибыть снарядом, то есть с кинологом, с собакой. И тогда бы, возможно, его спасли, откачали ещё. То есть, можно было. Ну, здесь, конечно, корячится 105-я статья вот этой девочки, которая дочка милиционера, и самому милиционеру, которому она позвонила, с которым была на связи. Ну, а также, видимо, может быть, и всем, всей той, как говорится, ветки, с которой бы связан этот милиционер, и ещё вот эти 12 человек, у них тоже поставлены родители были. Значит, блогеры считают, что из-за того, что он был блог, он вёл этот блог, из-за этого его прибили, да. Нет, просто он здесь противоречие между богатым и бедным, что человек из бедной такой необеспечной семьи попал на халяву вот таким богатым родцам, богатым товарищам, и там накерялся, видит, что водки свободно, всё, можно накеросиниться и там гульнуть на славу. Но он же не изучал вот это на автомате, не изучал Сирыха нашего, которую мы вот всем предлагаем, пожалуйста, книга Сирыха из Библии. Только её достаточно из всей Библии прочитать, и для молодого поколения это уже достаточно. Значит, в дальнейшем, конечно, это естественно, что вот это самое центральное звено, почему не был вызван кинолог с собакой. Вот на детекторе ржи, прежде всего, должен быть этот милиционер, у которого дочка была там на этой пикнике. Всего доброго, до новых встреч, слава нашему Пифагору, который не такие ещё штучки раскроет.